Вот семь участников сегодняшней игры. Только один из них сможет забрать денежный приз размером до 350 тысяч рублей. Все остальные уйдут отсюда ни с чем. По мере того, как раунд за раундом, команда назовёт их «Слабым звеном». В эфире игра «Слабое звено». Каждый из семи игроков, находящихся сегодня в студии, может заработать до 350 тысяч рублей. Они не знают друг друга, но для того, чтобы выиграть большой приз, они должны стать командой. Шестеро из них уйдут отсюда ни с чем. Ведь раунд за раундом мы будем терять игроков, тех, кого команда назовёт «Слабым звеном». Вот эта команда. Юрий, 21 год, Москва, безработный. Игорь, 30 лет, город Владивосток, специалист по делам молодёжи. Валентина, 60 лет, город Дубна, консультант по косметике. Привет, моё имя Андрей, я из Москвы, 33 года. Хотелось бы сказать, что я автогонщик, но я торгую запчастями для автомобиля. Надежда, 42 года, учитель истории общества знаний, гимназии номер 15-90. Константин, 37 лет, Москва, инженер. Иван, 37 лет, Москва, врач. Теперь правила нашей игры. В каждом раунде вы можете выиграть 50 тысяч рублей за ограниченный период времени. Самый быстрый способ – это выстроить цепь из 8 правильных ответов и отправить в банк заветную сумму. Если вы ответите неверно, вы разорвёте цепь правильных ответов и потеряете деньги, заработанные командой в этой цепочке. Если вы успеете сказать слово «банк» до того, как будет задан вопрос, вы сохраните деньги, однако цепь ответов начнёте строить заново. Помните, что вашим выигрышем в каждом раунде становятся те деньги, которые вы успели отправить в банк. Эта сумма переходит с вами в следующий раунд. Сумма заработанных в каждом раунде денег и составит конечный выигрыш. На первый раунд у вас две с половиной минуты. Мы начинаем с игрока, чьё имя первое по алфавиту. Это вы, Андрей. Играем в слабое звено. Первый вопрос стоит тысячу рублей. Время пошло. Новая Гвинея – это остров или полуостров? Полуостров. Остров – правильный ответ. Надежда. Из какого злака делают попкорн? Из кукурузы. Верно. Константин. Каким английским термином называли экономический кризис 1998 года в России? Дефолт. Верно. Иван. Как называется любой космический аппарат, который запускается на орбиту вокруг небесного тела? Спутник. Искусственный спутник. Юрий. Как в пьесе Эльмона Растана звали возлюбленную Сиранодо Бержерака? Пас. Роксана. Игорь. Платина или фарфор лучше проводит тепло? Фарфор. Платина. Валентина. Кого искали дети, герои фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»? Пас. Снегурочка. Андрей. Каким латинским словом называют официальное возражение, заявляемое в ходе судебного заседания? Роксан. Верно. Балк. Надежда. Какая буква пишется второй в слове «желтый»? Йо. Правильно. Константин. Бонжур. Это французская или испанская форма приветствия? Французская. Верно. Иван. В каком фильме прозвучала фраза о том, что шампанское по утрам пьют аристократы и дегенераты? Пас. Бриллиантовая рука. Верный ответ. Юрий. Назовите максимальное число гребцов, участвующих в академической гребле на распашном судне. Пас. Восемь. Игорь. Как называется надстрочный знак в виде запятой? Терре. Апостров. Валентина. Название какого областного центра России совпадает с названием «хищные птицы»? Орел. Правильно. Андрей. Из какого дерева должны быть сделаны бочки, в которых выдерживают коньяк? Дуб. Верно. Надежда. Банк. Великаны-циклопы. Персонажи греческой или римской мифологии? Греческая. Верно. Константин. В 85-м или в 90-м году Михаил Горбачев был избран президентом СССР? В 85-м. В 90-м году. Иван. Какой язык нужно выучить, чтобы прочитать в подлиннике книгу о Винни-Пухе? Английский. Верно. А Юрий. Назовите имя русского купца и путешественника Никитина? Афанасий. Верно. Игорь. Банк. Каперс. Это острая приправа или морское животное? Приправа. Верно. Валентина. Физика. Расшифруйте аббревиатуру. КПД. Коэффициент полезного действия. Верно. Андрей. Барн. Он в переводе с латыни, означающим «увенчанный лавром», называют победителя конкурсов. Паспал. Время вышло. Верный ответ – лауреат. Итак, в этом раунде вы заработали 7 тысяч. Нам предстоит проверить, насколько серьезно вы подготовились. Первый раунд – это только начало. Кто сегодня плавал, как студент на экзамене, кому мы сейчас помашем ручкой, как капитану дальнего плавания. Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время назвать слабое звено. По статистике сильное звено надежда. Все ее ответы были верны. Слабое звено – Юль. Но кто, по мнению игроков, должен уйти первым? Об этом мы узнаем позднее. Голосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Иван. Надежда. Юрий. 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 Юрий – это только игра. Иван. Иван, скажите, пожалуйста, вы врач? Так. А где вы работаете врачом? У себя в клинике. У вас собственная клиника? Да. Вы хирург, терапевт? Ухо, горло, нос. Ухо, горло и нос влияют на работу мозга? Впрямую. Впрямую? Да. То есть, мне следует задуматься, все ли у вас в порядке с ухом, горлом и носом. Вы не ответили на простейший вопрос, связанный с кинофильмом «Бриллиантовая рука». Андрей, почему Юра? А мне вообще сложно было, вот Юра или Игорь или кто-то еще. Я так с трудом отслеживал, кто как играет, сконцентрировался больше на том, чтобы отвечать. Поэтому... Минимальное количество букв в написании имени. Не, вообще, что он писать, Юраша. Симпатичный парень. Симпатичный парень. Андрей интересует Юрия как симпатичный парень. Валентина, вы тоже написали Юрия? Да. В связи с чем? Ну, просто... Мне другие имена не видно. Жалко, что у нас нет акулиста здесь. Он бы вам помог. У нас только ухо, горло, нос. Итак, Юрий. Вы самое слабое звено. Уходите. Валентина меня просто рассмешила тем, что написала мое имя, просто потому, что оно ей виднее всех. Видимо, я и со своим желтым галстуком наиболее заметен сегодня. Но мне кажется, она сама же в следующем же раунде, скорее всего, вылетела. Раунд второй. У вас в банке сумма в 7 тысяч рублей, хотя могло быть 50 тысяч. Осталось 6 игроков. Этот раунд будет короче предыдущего на 10 секунд. Мы начинаем с самого сильного звена прошлого раунда. Это вы, Надежда. Играем слабое звено. Время пошло. Какая английская боевая машина получила название Большой Вилли? Пас. Танк, правильный ответ. Константин, назовите основную единицу длины в международной системе Си. Метр. Верно. Иван, закончите поговорку. Один про Фому, другой... Про Ерему. Верно. Банк. Игорь, площадь какого государства больше, Греции или Германии? Греции. Германии, верный ответ. Валентина, в процессе традиционной японской чайной церемонии пьют зеленый или черный чай? Черный. Зеленый, верный ответ. Андрей, где у кузнечика расположен орган слуха, на голове или на ногах? На ногах. Верно. Надежда, кем является отец матери и отца по отношению к их детям? Пас. Деду. Константин. Кавалергарды относились к конным или пехотным войскам? К конным. Верно. Иван, как называется учение об ораторском искусстве и красноречии? Риторика. Верно. Банк. Игорь, коростель это название жука или птицы? Птица. Верно. Валентина, на каком острове находится Нью-Йоркская Уолл-Фрит? Пас. Манхэттен. Андрей, где больше сахара? В настойке или в наливке? В настойке. В наливке верный ответ. Надежда. Немезида является греческой богиней возмездия или плодородия? Возмездия. Верно. Константин. Прощенное воскресенье это первый или последний день русской масленицы? Первый. Последний. Иван. Банк. Из какого языка пришло в русский слово бифштекс? Немецкий. Английский. Игорь, закончите название романа Джирома К. Джирома «Трое в лодке». Не считая собаки. Верно. Валентина, чему равна площадь квадрата со стороной 8 метров? Двадцать четыре. Шестьдесят четыре квадратных метра. Андрей. К какому музыкальному направлению относится свинг? Танцы. Джаз. Надежда. Каких позвонков у человека больше? Грудных или шейных? Шейных. Грудных. Верный ответ. Константин. Сооружение какого архитектурного объекта привело, согласно Библии, к исчезновению единого для всех языка? Вавилонская башня. Верно. Иван. Банк. Время вышло. Я не успеваю задать вопрос, а вы не успели положить деньги в банк. В этом раунде вы заработали всего четыре тысячи рублей. Сейчас посмотрим, кто оказался крепок задним умом. А кто тянет вас назад? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Во втором раунде статистика показала, что сильное звено – Константин, а слабое звено – Валентина. Она не справилась ни с одним вопросом. Но кто же соберет голоса? Голосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Валентина. Иван. Игорь. Валентина. Валентина. Игорь. Константин, почему вы написали Валентина? К сожалению, по раундам очень мало отвечает на вопросы. Вы догадываетесь, что в этой игре не только знание, но еще и хитрость играет немаловажную роль? Хитрость хитростью, но хотя бы на один вопрос надо было. Жестко, но справедливо. Иван, кто отвечал на вопросы лучше, Игорь или Валентина? Отвечал Игорь. Я знал, что назовут в первую очередь Валентина и написал Игоря, чтобы не участвовать в возгнании игрока. То есть вы саботажник. Как бы то ни было, денег, я думаю, вы заработаете немного. Знания ваши, к сожалению, не глобальны. Валентина, вы самое слабое звено. Уходите. О чем думала Надежда, когда писала мое имя? Ведь она остается одна среди мужиков. Ну, они ее просто съедят. А Иван? Непонятно, что за мужик. Скользкий тип. И что у него там на уме? И о чем он думает? Раунд третий. У вас в банке 11 тысяч рублей. Хотя могло бы быть 100 тысяч. Осталось 5 игроков. Мы отбираем у вас еще 10 секунд. Начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это вы, Константин. Играем в слабое звено. Время пошло. Как называется пигмент, придающий траве и листьям зеленую окраску? Паспорт. Хлорофилл. Иван, какая народная героиня Франции родилась 6 января 1412 года? Жаннатор. Верно. Игорь, как называется овощная или крупяная добавка к мясным блюдам? Специи. Гарнир. Как у древних римлян назывался бог торговли, покровитель купцов и путешественников? Паспорт. Забыл. Андрей, это Меркурий. Надежда. Пьеса «Святки» из цикла Чайковского времена года посвящена декабрю или февралю? Декабрю. Верный ответ. Константин. Назовите фамилию почтальона из сказки Успенского «Дядя Федор, Пес и Кот». Печкин. Верно. Иван. Фактериал представляет собой сумму или произведение чисел? Произведение. Верно. Банк. Игорь, как называлась деревянная трубка для прослушивания сердца и легких? Паспорт. Стетоскоп. Андрей, как называется соцветие подорожника? Паспорт. Колос. Верный ответ. Надежда. Велюр. Это французское название бархата или сатина? Бархата. Верно. Константин. Энергия пара или электричества стала использоваться человеком раньше? Пара. Верно. Иван. К какому надотряду рыб относятся морская лисица и морской кот? Карп. Скаты. Игорь, к какому металлу, согласно поговорке, приравнивается молчание? Золото. Верно. Андрей. Какой римский бог отождествлялся с греческим богом войны? Аресом. Марс. Верно. Надежда. Какого числа в декабре католическая церковь отмечает Рождество Христова? 25 декабря. Верно. Банк. Константин. Сколько всего углов в трапеции? Четыре. Верно. Иван. Какое число делится без остатка на три? 111 или 113? 113. 111. Верный ответ. Игорь. Волторна. Это духовой или ударный музыкальный инструмент? Духовой. Верно. Андрей. Банк. Как называется способ приема лекарств путем вдыхания? Воздушно-капельная. Ингаляция. Ингаляция. Надежда, у какой рыбы икра черного цвета? Я не успеваю задать вопрос. У вас в банке 11 тысяч рублей. Кто потерял все, не найдя ничего? Кто сейчас пойдет за дверь искать то, что пропало безвозвратно? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. На этот раз сильное звено Надежда. Лишь она справилась со всеми вопросами. Слабое звено Андрей. Но отразит ли голосование статистику? Узнаем через несколько минут. Голосование окончено. Пора узнать, кто на ваш взгляд самое слабое звено. Надежда. Игорь. Константин. Иван. Надежда. Иван. Надежда, простите, я уже рассказал почему. Расскажите все-таки еще раз. С упрямством крокодила вы пытаетесь Надежду выбить сегодня? На самом деле это мой самый неправильный ответ. Я не угадал, что будут писать другие игроки. Я хотел быть в меньшинстве. То есть вы гадаете в принципе то, что напишет, не полагаясь на собственные ощущения и собственные мысли? Мое ощущение прикрыть самого слабого игрока. Как работает ваша клиника, хотел бы я знать. Если ваша работа будет такой же, как и в этой игре, я сомневаюсь, что все будет в порядке у пациентов. Игорь, вы отдаете себе отчет в том, что Надежда самый сильный игрок? Да, я отдаю и понимаю, Надежда сильный, умный игрок, поэтому я считаю, что лучше сейчас от нее нужно избавиться. Вы три недели в Москве, это правильно? Это правда. Вы приехали из Владивостока? Конечно. Уже нашли девушку и собираетесь жениться? Вы угадали. Хитро. То есть без мыла вы пытаетесь проскользнуть в то самое место, в котором все так мрачно? Ну, Николай, я думаю, вы в принципе так же пытались? Я не приезжал и за три недели не пытался жениться. Итак, Надежда, вы поддержали только Андрея, остальные мужчины вам этого не простили. Вы самое слабое звено. Прощайте. Что касается Ивана, то это хитрец еще тот. Вроде как я брат всем братьям, я хочу помогать самым слабым. При этом меня он выставил очень профессионально, понимая, что конкурентка я достаточно сильная. Раунд четвертый. К этому моменту вам удалось заработать 22 тысячи рублей. Из возможного приза в 150 тысяч. Вас осталось четверо. Раунд будет короче еще на 10 секунд. Теперь в вашем распоряжении всего 2 минуты. Вы избавились от сильного звена, поэтому мы начинаем с игрока, чье имя первое по алфавиту. Это Андрей. Играем в слабое звено. Время пошло. С головой какого животного сравнивали строй, примененный ливонскими рыцарями в ледовом побоище? Носорога. Кабана. Константин. Кто первым исследовал электрические явления при мышечном сокращении? Кулон или гальвани? Гальвани. Верно. Иван. Сколько колес у экипажа, который называется одноколкой? Два. Верно. Банк. Банк. Игорь. Какой фразой со времен Эвклида традиционно завершается доказательство теоремы? Эврика. Что и требовалось доказать. Андрей. В русском или английском языке различаются долгие и краткие гласные звуки? В русском. В английском. Константин. Как в романе «12 стульев» назывался тайный союз, который пытался создать Остап Бендер? Меча и Орелла. Верно. Иван. Какой музыкальный термин означает играть отрывисто? Стокката или портамента? Стокката. Верно. Как называются серьги, прикипляемые к мочке ухо зажимом? Клипсы. Андрей. Разность потенциалов в электротехнике измеряют в вольтах или амперах? В амперах. В вольтах. Константин. Как называются рукообразные выступающие части осьминога? Щупальца. Верно. Иван. Закончите известное выражение. У страха глаза? Велики. Верно. Игорь. Бифштексы повара делают из говядины или баранины? Говядина. Верно. Андрей. Какое название леса на языке хинди означает «заросли»? Джунгли. Верно. Константин. Какой советский режиссер в 76-м году возглавил Международный союз кукольников? Паспорт. Сергей Образцов. Иван. Как называется треугольник, все стороны которого равны между собой? Равнобедренный. Равносторонний. Верный ответ. Игорь. Рождественский или Евтушенко? Я не успеваю задать вопрос. Время вышло. В этом раунде вы заработали 7 тысяч рублей. Где были ваши уши, когда звучали вопросы? Почему они ничего не сообщили мозгу? Один из вас уйдет ни с чем. Пришло время узнать, кто самое слабое звено. В этом раунде сильное звено Иван. Слабое звено Андрей. Но чье имя команда назовет в последний раз. Голосование окончено. Пора узнать, кто на ваш взгляд самое слабое звено. Андрей. Игорь. Игорь. Это Игорь. Андрей. Значит, Игорь вам не нравится. Почему не нравится? Нравится, но я по-анному... Или вас беспокоит то, что он решил жениться за прописку в Москве? Ну, меня это задевает несколько. Как говорится, собаки собачья смерть. Константин, по-вашему Игорь слабее, чем Андрей? К сожалению, да. Мне кажется, в предыдущем раунде Игорь ответил верно на большее количество вопросов, нежели Андрей. Может быть, не заметил. Вы просто хотите продемонстрировать мощь своих знаний. Как получается. Старайтесь, Константин. Игорь, ни о какой прописке в Москве речи быть не может, потому что вы самое слабое звено. Уходите. Это нечестно. Это нечестно и несправедливо. Это было нечестно и несправедливо, то, что я ушел. В принципе, сейчас должны были убрать Андрея, потому что он самое слабое звено был уже давно. И несправедливо получилось то, что я ушел. Андрею, хитрому и безработному, я бы посоветовал бы лучше ходить по улицам и искать себе работу, чем здесь на халяву пытаться выиграть какие-то, причем несправедливые, заработанные деньги. В Москве я все равно останусь. И тогда посмотрим, кто из нас слабое звено. Раунд пятый. Общая сумма вашего выигрыша составляет всего 29 тысяч рублей. Если бы вы достигли своей цели, эта сумма составила бы 200 тысяч рублей. Вас осталось только трое. И мы отбираем у вас еще 10 секунд. Начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Иван. Играем в слабое звено. Время пошло. Как называются семена хлебных злаков? Зерно. Верно. Андрей, какой сказочный персонаж в таверне «Три пискаря» заказал только три корочки хлеба? Кот базиле. Буратино. Правильный ответ. Константин, из какого языка пришли в русские слова компот, крюшон, конфитюр? Из французского. Верно. Иван, скумбрия – это морская рыба или речная? Морская. Верно. Андрей, какая надпись на гербе СССР повторялась на языках всех союзных республик? Пролетарий всех стран соединений. Верно. Ван. Константин, назовите имя женщины, которые из-за любопытства, согласно поговорке, нос оторвали. Паспорт. Варвара. Иван, какой термин происходит от слова, которым жители Бразилии обозначили застывший сок, добываемый из гивей? Кауч. Верно. Андрей, в каком агрегатном состоянии находится бром при нормальных условиях? В житом. Верно. Константин, какой апостол считается покровителем России и Шотландии? Андрей. Андрей первозванный. Верный ответ. Иван. Название какого литературного жанра в переводе с французского означает «воспоминание»? Мемуары. Верно. Андрей, каким французским словом в 19 веке в России называли двоюродного брата? Кузен. Верно. Константин, какая часть слов латинского происхождения указывает на отношение к воде? Аква. Верно. Иван, к каким млекопитающим относится морской заяц? С моржам или тюленем? Тюленем. Верно. Банк. Андрей, в какое время суток, согласно поговорке, все кошки серы? Ночью. Верно. Константин, площадь или периметр в геометрии обозначают большой латинской буквой «С». Площадь. Верно. Иван. Я не успеваю задать вопрос, время вышло. Вы заработали в этом раунде 20 тысяч рублей. Чья дорожка оказалась кривой и скользкой? Кто подписал сам себе приговор? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Второй раз подряд сильное звено Иван. Отвечал безошибочно. Слабое звено Константин. Но кто дойдет до финала? Голосование окончено. Пришло время узнать, кто из вас самое слабое звено. Иван. Андрей. Андрей. А этот текст объясните. Константин. Мне кажется, вам было бы легче, если бы Андрей выступал против вас в финале. Или вы не ищете легких путей? Да, не ищу. А вас интересуют деньги, Константин? Хотел бы знать, кого они не интересуют. Ну, Андрея они уже, видимо, не интересуют. Андрей, вы самое слабое звено. Прощайте. Мама, Маша, Вика, я вас люблю, сложилось в финал. Я на самом деле не слабое звено и знаю, что я сильный. Кто в этом сомневался? Костя, я не могу дать характеристику этому парню. Он очень незаметный, не такой, не такой. Вот странно, да? Ну, тем не менее, имеем, что имеем. Раунд шестой. Вы выиграли 49 тысяч рублей. Из возможных 250 тысяч. Иван, Константин, вас осталось только двое. На этот раз в вашем распоряжении будет всего 90 секунд. Любая сумма, которую вы заработаете в этом раунде, будет удвоено и добавлено к той сумме, которая у вас уже есть в банке. Это и составит финальный приз. В этом раунде на кону 100 тысяч рублей. Мы начнем с сильного звена прошлого раунда. Это вы, Иван. Играем в слабое звено. Время пошло. Как называется фигура высшего пилотажа, заключающаяся в двойном перевороте самолета вокруг продольной оси? Бочка. Верно. Константин, какими словами начинается стихотворение Лермонтова «Бородино»? Скажи-ка, Деррия. Верно. Иван, что в ряде стран Азии называют «арак» — чай или крепкий спиртной напиток? Крепкий спиртной напиток. Верно. Константин, как называется прямая, имеющая лишь одну общую точку с окружностью? Паспорт. Касательная. Иван, какой Суздальский князь фигурирует в первом летописном упоминании о Москве? Юрий. Юрий Долгорукий. Верно. Константин, назовите имя жены Александра Пушкина. Наталья Гончарова. Верно. Иван, оксид какого элемента называется веселящим газом? Азота. Верно. Банк. В каком фильме, Константин, впервые прозвучала фраза «Я старый солдат и не знаю слов любви». Здравствуйте, я ваша тетя. Верно. Иван, птица семейства утиных, называется мандаринка или киви? Мандаринка. Верно. Пулемет или револьвер изобрел американский конструктор Максим? Пулемет. Верно. Иван, Карел Готт, это венгерский певец или чешский? Чешский. Верно. Константин, как по имени греческой нимфы называется отражение звука от предмета? Паспорт. Эхо. Иван, каким французским словом называют косметическую обработку ногтей на руках? Маникюр. Верно. Константин, что согласно известному выражению Ленина нужно добавить к советской власти, я не успеваю задать вопрос. Итак, вы двое в этом раунде заработали 15 тысяч рублей. Мы удвоим эту сумму и добавим к тому, что было заработано в предыдущих раундах. Это значит, что общий приз сегодня составляет 79 тысяч рублей. Но только один из вас может забрать эти деньги с собой. Сейчас вам придется играть друг против друга. Вы по очереди ответите на пять пар вопросов. Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. Правило очень простое. Если после пяти пар вопросов у нас ничья, мы продолжаем игру до первого проигрыша, пока не определится победитель. Иван и Константин. На кон поставлено 79 тысяч рублей. Играем слабое звено. Иван, как сильное звено по итогам прошлого раунда, вы выбираете, кто будет первым отвечать на вопросы. Константин, вы не против? Начнем с первого. Не против. Константин, какой итальянский город Гёте назвал мечтой, сотканной из воздуха, воды, земли и неба? Венеция. Верный ответ. Иван, какое искусство Гёте назвал застывшей музыкой? Архитектура. Верный ответ. Константин, какую спортивную игру в 1891 году придумал американский преподаватель Джеймс Нейсмит? Бейсбол. Правильный ответ. Баскетбол. Иван, какая командная игра с мячом названа в честь английского города, где она и была придумана? Хоккей. Верный ответ. Рэгби. Константин, какой великий русский ученый в 1754 году продемонстрировал Академии наук модель прообраз современного вертолета? Ломоносов. Верный ответ. Иван, какой вид керамики первым в России в 18 веке изготовил друг Ломоносова Дмитрий Виноградов? Фарфор. Верный ответ. Константин, о приключениях какого уроженца немецкого города Боденверера Рудольф Эрих Расте рассказал в своей книге? Барон Минхраузен. Верный ответ. Иван, какая известная парочка литературных героев в театре Колумба смотрела эксцентрическую постановку гоголевской женитьбы? Остап Бендер и Киса Воробьянин. Верный ответ. Константин, какое животное изображалось на посохе бога врачевания Асклепия? Змея. Верный ответ. Иван, если вы ответите неверно, вы проиграете. Назовите нимфу, именем которой было названо океанографическое судно Жака-Ива-Кусто. Может быть, Калипсо? Верный ответ. После пяти пар вопросов счет равный. Мы продолжаем игру до первого проигрыша. Вопросы по-прежнему будут задаваться парами. Иван, если вы правильно отвечаете на вопрос, Константин тоже должен ответить правильно, иначе он проиграет. Иван, если вы неверно отвечаете на вопрос, и Константин отвечает на свой вопрос правильно, он выигрывает. Иван и Константин. Играем до первого проигрыша. Константин, назовите город в Псковской области, на гербе которого изображены три больших лука Великие луки Верно! Иван, если вы сейчас ответите неправильно, вы проиграете Какое условное название дали географы, прилегающим к Антарктиде частям Атлантического, Индийского и Тихого океанов? Антарктика Верный ответ – Южный океан Константин, сегодня вы самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой в 79 тысяч рублей Иван, вы уходите ни с чем Вы смотрели игру «Слабое звено» на пятом канале Субтитры создавал DimaTorzok